Продолжаем. Безопасный Нальчик. В общественной палате КБР прошел круглый стол, посвященный соблюдению правил дорожного движения в столице республики. В обсуждении участвовали представители мэрии и сотрудники ГИБДД. Рассказывает наш корреспондент Адам Абазов. Брошенные прямо на проезжей части машины давно стали печальной обыденностью. Автомобили паркуют даже на тротуарах. На вопрос почему отвечают. Мест нет парковочных, поэтому пока здесь остановился. Машин много. Стихийные парковки стали главной темой обсуждения общественниками. В этом году в Нальчике создано 14 мест для стоянок. Но пользоваться ими могут только таксисты. А что делать остальные? Предполагается, после выноса автовокзала, центральный автовокзал возле рынка, они может собираться разделить на два и один вест и второй вест. Предполагается, там стоянка многоуровневая. Предполагается. Кроме этого, разрабатываются проекты. У нас Ирина Бабарисовна этим занимается. По спальным руководителям. Нерегулируемые пешеходные переходы – еще одна проблема жителей республики. В ГИБДД поступают жалобы. Вместо того, чтобы уступить дорогу, водители только прибавляют газу. В пример приводят переход при везде в Нальчик со стороны Баксана. Два года назад здесь сбили женщину с трехлетним ребенком. Девочка скончалась на месте. Пешеходы седуют. Опасные ситуации на этом месте возникают часто. Бывал, что убегал от машины. Бывало. И колено пострадало. Один останавливается, а второй уже может сбить. Надо внимательно переходить улицу. Ехала машина, за рулем сидела девушка, разговаривала по телефону. Она меня практически не заметила. Ну, миллиметр какой-то был, чтобы меня сбить. Я успела просто отскочить. Автоинспекторы о ситуации знают. Говорят, переход расположен на участке федеральной трассы. Это значит, максимум, на что имеют право устанавливать знаки особых предписаний. Неровности трапециевидные или любые неровности, хвост противоречит. Нельзя там ставить. Каждого перекрестка или пешеходная, перехода, знак 40 тоже мы не будем ставить. Это сразу заявляет. Проблему мог бы решить надземный переход, но для этого участок дороги нужно перевести из федеральной собственности в муниципальную. Администрация Нальчика уже подала соответствующее опрошение в Минтранс. Адам Абазов, Игорь Мигулин, Анатолий Дереко. Вести. Кабардино-Балкария.